Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о еще одном довольно эффективном инструменте который позволит вам снизить зависимость как от системы в целом так и от отдельных ее элементов назовем этот инструмент конвертация в качестве вступления в 12-м году я решил по Европе проехать на машине еще машина была не эта, семерка это был риск конечно 9 тысяч километров Европа и Балканы объехать так вот, въезжаю в Европу а я не интересовался какая там валюта ну евро и евро, я думал что в Европе евро приезжаю в Польшу через Белоруссию поехал в Польшу в Польшу заезжаю, опа, а там злотые то есть евро там есть, но как у нас иди в обменник, меняй, или же по очень невыгодному курсу то есть если вы где-то еврами расплачиваетесь то потеряете, нужно менять думаю, ну ладно, меняю евро на злотые в Чехию въезжаю из Польши, в Чехию кроны, я думаю, елки-палки, а что такое евро-то я вообще в принципе не отследил как-то не в теме был думаю, я думал, что это европейская валюта, а в Европе едешь там везде национальные валюты потом уже в Германию, когда въехал смотрю, там цены стоят ну в единицах, условно говоря и вот только там до меня дошло я там у людей спросил только там дошло, что это уже евро все-таки я думаю, а, а я думал, что в Германии марки опять возродили так вот, я к чему это говорю когда я въезжал в каждую страну, у меня уже ну потом счетчик был в голове конвертировал и конвертировал он двояко допустим, я въезжаю ну, к примеру, в Польшу там в злотых я думаю, ага, сколько мне евро нужно отдать там в обменнике, чтобы столько-то злотых получить прикидываю ну и плюс прикидываю это вторая конвертация на рубли вот эту вторую конвертацию ну, можно назвать условно а сколько будет в наших в наших то есть все равно всегда будешь думать в рублях и причем она не нужная глобальная конвертация но если вы не покупаете какую-то крупную вещь то, ну, к примеру, нужно мне на день там, килограмм мяса, условно говоря ну, из-за того, что в наших это может оказаться дороже чем я бы здесь заплатил за килограмм мяса а это, кстати, третья конвертация сколько будет в наших а сколько у нас мяса-то стоит ну, если это здесь было бы допустим, больше я бы купил ну что, я жрать не буду из-за этого ну, все уже, как говорится, приехал живешь в стране с этими ценами поэтому все равно купишь но, тем не менее, вот это постоянно а сколько в наших будет скажу больше когда я планировал иммиграцию я все равно даже прикидывал что доходы буду получать к примеру, за рубежом то есть на том же Кипре думаю, если работать там, устроиться прикидывал, что будет примерно там 800 тысяч евро выходить примерно знал их цены и тем не менее, у меня постоянно думаю ага, сколько это в наших-то будет в наших столько-то думаю, ага, сколько бы здесь купил и каждый раз я себя на этом ловил думаю, так, если я эмигрирую зачем мне вообще конвертировать тогда в рубли ну, а почему тогда, не знаю не в валюту Зимбабве, например почему? то есть я уже живу там получаю доходы там в еврозоне еврами получаю доход зачем мне вообще тогда причем тут рубли но тем не менее вот эта конвертация постоянно в голове происходит это как бы как навязчивая мысль она ей не нужна она происходит предлагаю такую же конвертацию сделать ведь дело в том, что деньги это бумага а сейчас это и вообще нолики какие-то там на электронных счетах то есть что такое деньги? это ничто но под деньгами лежит ваш труд ваше время, которое вы на это потратили альтернативное проведение этого времени как бы вы могли его потратить и поэтому вот это действительно конвертация на наше и вот эту конвертацию на наше я предлагаю вам в голове держать постоянно для чего? ну, пример приведу буквально когда поженился только то ли баксы были то ли евро евро по-моему да, с женой куда-то поехали там в еврах я ей евро даю она говорит я эти деньги трачу и даже не жалко вот я не воспринимаю как деньги ну почему? это валюта более устойчивая чем рубль ну, говорит для меня это как бы фантики вот рубль это деньги то есть я, говорит привыкла, что это деньги а евро это какая-то бумажка то есть человек не воспринимает деньги деньгами только потому что они, ну, как-то выглядят иначе так вот то же самое и мы можем делать мы будем считать что 500 рублей которые мы тратим ну, это 500 рублей всего лишь а если подумать по-другому это не всего лишь это, к примеру 2 часа вашего времени 2 часа жизни если по-другому вопрос поставить сейчас получаешь на 500 рублей продукции на 2 часа раньше сдохнешь хочешь еще на 500 рублей еще на 2 часа сдохнешь раньше сколько бы тебе не было отмерено и уже люди напугаются как? жизнью расплачиваются так а он же за эти деньги точно так же жизнью расплачивается и более того ладно, если бы он сдох раньше так он еще не просто сдохнет раньше а вынужден будет вот на эти там 2 часа ну, влачить какое-то существование которое лучше сдохнуть раньше чем на работе сидеть там, какие-то бумажки перекладывать лучше уж действительно просто чисто обрубать жизнь расплачиваться кусками жизни за вот эти деньги вот это советую помнить теперь следующее какая самая устойчивая валюта во что конвертировать в наше-то, во что? в наше я бы предложил конвертировать вот во что во-первых, время сколько время вы потратите вы тратите денежку сколько времени вам нужно будет на зарабатывание этих денег думаю, здесь понятно дальше само время это единица все-таки не окончательная во что я советовал бы конвертировать даже время во-первых, время как таковое а во-вторых в альтернативные способы его проведения подумайте вот может быть был в вашей жизни человек уже перешедший в мир иной вот сейчас за минуту общения с этим человеком сколько бы вы отдали а когда-то вы этой минутой не дорожили когда-то вам не нужно было просидев 8 часов на работе и потратив еще часа два с половиной на дорогу туда-обратно вы теряете время может быть которое потратили бы на общение с близкими и я считаю что это одна из сильнейших конвертаций общение с людьми которые вам по-настоящему дороги по-настоящему не та шилупонь которая вас там окружает какие-нибудь родственники которые просто паразитируют на вас а действительно близкие люди сколько стоит это общение те деньги которые вы получили за рабочий день стоят ли 10 часов по сути общения и то общение которое вам осталось с этими людьми когда вы приедете после работы в общем-то может быть человек и не против с вами пообщаться а вы на него так осоловьевшим взглядом смотрите ну ладно пожрал и спать пошел то есть вы лишаете себя вот этого в это конвертируете ну вот собственно основные да и силы конечно же еще один момент это силы ваши это к вопросу об осоловьевшем взгляде это к вопросу в целом о том что вы можете сделать в этой жизни у вас есть определенное количество сил и больше из себя не выжмешь ну либо там заболевание какое-то заработаешь в силы тоже стоит конвертировать что вам это даст вам это даст очень неплохое рациональное мышление вы можете например не есть вообще не можете значит вопрос не стоит деньги не зарабатывают вообще вы можете обойтись без последней модели гаджета можете в принципе но не хотите к примеру ну так и подумайте что вот за эту последнюю модель гаджета против предпоследней вы отдаете там энное количество вашей жизни вы отдаете энное количество возможности пообщаться с людьми которые не вечно будут рядом с вами и вполне возможно когда-то вы бы там все эти гаджеты собрали и за минуту общения отдали бы может быть так вы отдаете силы вы отдаете может быть даже какое-то самоуважение если оно еще осталось потому что вы не просто работаете а вы унижаетесь перед начальником тогда и от баб от тех же вы будете зависеть намного меньше вы будете понимать что оплачивая там 200 рублей в кафе за бабу вы не 200 рублей оплачиваете это вот то же самое что я пример со своей женой привел это не абстрактный фантик эти 200 рублей пусть полчаса вашей жизни за которые вы их зарабатывали а если посмотреть больше то ну как бы шире то не полчаса полчаса это непосредственно вашей работы до работы доехать надо надо вы можете работать и не спать при этом нет то есть вам нужно какое-то время отсыпаться от этой работы добавьте вот это вот скажем так сопутку всю сопутку добавьте туда даже те деньги которые вы на проезд потратите ведь чтобы вам доехать до работы вы же тратитесь поэтому это уже не 200 рублей и так далее добавляете туда сопутку и получается что 200 рублей ваши превращаются где-то в полтора-два часа вашей жизни Не так много мы получаем, увы И вы поймете, что вот сейчас за то, чтобы эта баба, может быть, ну, за кружку кофе она вряд ли на секс согласится Может быть там, не знаю, была как-то к вам частично благосклонна Хотя, скорее всего, секс в ее субъективном понимании с ней стоит, начиная там от месяца вашей жизни За полтора часа вы его не купите Вот просто за какую-то тупую благосклонность, чтобы сказать, я настоящий мужик Вы расплатились полутора часами своей жизни Стоит ли? Вы, может быть, имели возможность, там, в течение последнего года или полугода Общаться с конкретным человеком, по-настоящему вам близким Откуда вы знаете, когда вот этого конкретного человека не станет? И, возможно, сейчас, когда каждую секунду стоило бы использовать действительно на все сто Вы просто вот полтора часа бросаете на какую-то шалаву, по большому счету Которая скажет, да, ты настоящий мужик, а вот там вот не настоящий пошел Ну и ты, на самом деле, половинчатый Потому что будь ты настоящий, ты бы не полтора часа отдал за мою, там, не знаю, лучезарную улыбку А хотя бы день и кофе мне что-то бы еще было, я бы еще что-нибудь проглотила Конвертируйте Конвертируйте постоянно на наше И действительно, вот эта валюта, ваше время, ваша жизнь, ваши силы, ваши близкие люди Это и есть наше, то бишь, ваше А вот этот номинал, это фуфло, это не наше Это не наше, это не европейское, это не американские деньги Это фикция, которую напечатали государства А наше, это вот то, что нам принадлежит от рождения То есть наша жизнь И ей-то мы и расплачиваемся Поэтому, когда вы покупаете евро, вы покупаете их за рубли Когда вы покупаете рубли, вы покупаете их за свою жизнь Вот об этом не забывайте И тогда у вас, скорее всего, очень здорово снизятся потребности в этой жизни Вам слишком много вещей станет ненужными Вы станете неинтересны бабам Потому что бабы тоже станут вам ненужными Те бабы, которых нужно покупать за деньги Или вы найдете просто спутника жизни, человека, друга И будете жертвовать даже заработками Ради того, чтобы с вашей женщиной пообщаться Вот, кстати, почему нет Почему бы не потратить это время на женщину На женщину, не на бабу, не на шкуру Не на какую там шалаву, которой деньги просто нужны А на женщину Либо вы ее найдете, либо не найдете Но расплачиваться даже возможностью искать Потому что это время Возможностью искать женщину Расплачиваться за шкуру Это хотя бы глупо Даже с точки зрения общения полов Смотрите, вы тратите время на то, чтобы заработать деньги Потом сливаете их на шкуру А где же вы, как же вы женщину тогда найдете? У вас просто времени не останется Вы зарабатываете деньги и со шкурами общаетесь А когда женщину-то искать? Что ж потом удивляться, что женщины нету? Вот именно, что женщина и деньги Нормальная женщина Неглобально-то совместимы Как неглобально совместимы деньги и любой близкий человек А как бы шкура, которая на эти деньги будет клевать А зачем она вам? Тогда уж лучше гаджет последней модели Но и он вам не нужен, скорее всего Если телефон работает, зачем вам там более крутой телефон? Конвертируйте Конвертируйте И более трезво будете оценивать реальность И, скорее всего, очень здорово освободитесь от системы От влияния системы Продолжение следует...